Преподобный Силуан Афонский. Краткий очерк жития. Преподобный Силуан Афонский, в миру Семен Антонов, родился в 1866 году в селе Шовском, Тамбовской губернии России, в многодетном христианском семействе. С малых лет Семен вместе с братьями трудился в поле и на разных работах. В меру сил помогал отцу. По этой причине ему пришлось рано оставить учебу в сельской школе, где он проучился только две зимы. В юности Семен освоил столярное дело и неподалеку от села в помещичьем имении помогал на стройке старшему брату. В будни жизнь Семена была связана с тяжелым трудом, а по воскресеньям и праздникам он посещал местную церковь. Юноша был внимательный на богослужениях, часто размышлял о Боге и много молился, регулярно исповедовался и причащался святых христовых тайн. Жизнь молодого человека при этом не была безоблачной. Его одолевали житейские страсти, случались греховные падения. Но каждый раз, падая, он восставал, каясь о своих грехах и уповая на милость Божию. Вскоре Семен ощутил стремление к монашеской жизни. Со временем он решил поделиться своим тайным желанием с отцом и попросил отпустить его в Киево-Печерскую лавру. Отец, чтобы проверить, насколько серьезен выбор взрослеющего сына, ответил ему, сначала окончи военную службу, а потом будешь свободен пойти. Смиренно принял волю своего отца, Семен отслужил в армии. Военную службу он проходил в Санкт-Петербурге, в Лейб-Гвардейском формировании армии Российской империи. Служивцы видели в нем верного и отзывчивого друга, с которым можно было побеседовать по душам и получить дельный совет. О нем говорили так. Он умом на Афоне и на страшном суде. Будучи солдатом, Семен уже знал о том, что на святой горе Афон среди двадцати монашеских обителей есть и русский Пантелеймонов монастырь. И хранил в душе стремление отправиться туда. Незадолго до завершения своей воинской службы, накануне отъезда в родительский дом, Семен поехал к праведному Иоанну Кронштадтскому, чтобы испросить его молитв и благословения на монашество. Отца Иоанна он не застал на месте, но оставил ему краткую записку. Батюшка, хочу пойти в монахи, помолитесь, чтобы мир меня не задержал. Всего неделю после возвращения из армии в родное село пробыл Семен в кругу семьи. Он получил родительское согласие на монашество, попрощался со всеми односельчанами и пообещал молиться за них на Святой горе, а затем добрался до ближайшей железнодорожной станции и отправился на поезде на юг, в сторону Одессы, откуда на борту парохода тостиг берега Греции и дорогой его сердцу Афонской земли. В 1892 году 26-летний Семен был принят послушником в число братьев русского Пантелеймонова монастыря. Его жизнь стала проходить в молитве за длительными богослужениями в храмах обители, несении различных трудовых послушаний, чтении душеполезных книг. На устах и у сердца его была Иисусова молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Еще с большей силой, чем в миру, послушник Симеон испытал на себе действия таинств покаяния и Евхаристии, радость очищения и освобождения от грехов. Как и вся братья монастыря, он мало спал, много трудился и воздерживался в пище. Одним из первых послушаний молодого подвижника стала работа на монастырской мельнице. В этот период жизни послушника Симеона окрепла его молитва, но вместе с тем усилилась и духовная мрань, борьба с искушениями, греховными помыслами, отчаянием и унынием. Однажды, когда Симеон пребывал на молитве в часовне святого пророка Ильи, которая находилась рядом с мельницей, ему непостижимо явился сам Христос. Душой послушника обладела великая любовь к Богу и людям. После этого чудесного события начался новый этап духовной жизни будущего святого. Спустя четыре года послушник Симеон был пострижен в монашество с именем Силуан. Некоторое время монах Силуан трудился на принадлежавшей обители земле, недалеко от города Каламария. Здесь он косил сено, рубил лес, заготавливал дрова на зиму. Подвижник выздоровел себе небольшую хижину, где в маленькой келии возносил уединенные молитвы. Спустя пять лет монах Силуан был пострижен в схему с сохранением ему прежнего монашеского имени. Преподобный Силуан очень любил свое отечество и его народ. Он знал судьбы многих рабочих, приезжавших из России, помочь монастырю, и его сердце болело от скорби за них и за всякого малоимущего. Рабочие чувствовали, что монах Силуан сострадает им и относились к нему с ответной теплотой. Знавшие монаха Силуана люди отмечали светлый ум и житейскую мудрость его. Со всеми людьми он общался ровно, с мягкостью и отзывчивостью. Монах Силуан не имел ни богословского образования, ни духовного сана и поэтому не считал себя вправе докучать ни братьям, ни паломникам своими духовными советами. В свободное время он записывал простым карандашом на случайных листках бумаги или в школьной тетради свои мысли о Боге и о духовной жизни. Первым, кто познакомился с писаниями старца Силуана, был молодой монах Сафроний Сахаров, впоследствии Схи Архимандрит. В течение семи лет с 1930 года общался монах Сафроний со старцем Силуаном и стал его верным учеником. Характер преподобного Силуана отец Сафроний описывал так. Редкой силы воли, безупрямство, простота, свобода, бесстрашие и мужество, скротостью и мягкостью, смирение и послушание, без униженности и человека угодия. Это был подлинно человек, образ и подобие Бога. В ночь на 24 сентября 1938 года старец Силуан тихо отошел ко Господу. По афонскому обычаю его похоронили в тот же день на монастырском кладбище. На афоне существует давняя традиция извлекать из могил останки умерших монахов через три года после их захоронения и переносить в специальную усыпальницу, называемую Косницей. Так поступили и с останками старца Силуана. Через десять лет после кончины подвижника о нем была написана книга «Старец Силуан. Жизнь и получение» или «Писание». Ее автор Схи Архимандрит Сафоний Сахаров открыл духовный образ старца, как богослова, видевшего и познавшего Господа. Этот труд широко распространился среди православных верующих во всем мире, и имя монаха Силуана стало известно многим христианам далеко за пределами Афона, а по молитвам к нему стали происходить различные чудеса. В 1978 году Константинопольская Православная Церковь причислила старца Силуана Афонского к лику святых в чине преподобных, а в 1992 году имя преподобного было внесено в месяц слов Русской Православной Церкви. Мироточивая глава преподобного Силуана Афонского покоится в Покровском храме Пантелеймонного монастыря, украшенном драгоценными камнями в серебряном ковчеге.